Довольно интересно, но в то же время непонятно, что хотела Меган, когда вступила в состав королевской семьи. Вызывают недоумение, доводы которая приводила с слезами на глазах. Приводя в аргументы, что она якобы не знала, что нужно делать реверансы старшим членам семьи, что нельзя вести социальные сети, что нужно одеваться и придерживаться определенного дресс-кода вплоть до маникюра, что нужно отчитываться перед налогоплательщиками, что нужно придерживаться строго этикета, что семейные праздники проводят в кругу семьи, традиции. Нельзя раскидывать деньги с налогов граждан направо и лево. Все дела семейные решаются в кругу семьи. И многое другое. Существование королевской семьи связано по большой части с тем, как держатся в обществе ее члены. Что правила незыблемы, если ты претендуешь на королевский титул. Есть даже экзамены, но для некоторых правила не писаны, как оказалось. Меган не оправдать ее поведением. Она знала, куда идет, что это не простая семья и не очередной брак, где можно кольцо с разводом послать по почте. Ходить с потными подмышками, грязной мятой одежде, с вызывающим маникюром, с хаосом на голове или вызывающей не по размеру одежде. Но при этом вести себя высокомерно с сотрудниками дворца. Многие уволились после ее поведения. Переворачивало все вверх дном. Заставляя краснеть. Кидая обидки, что ее не любят. Быть членом королевской семьи, это не просто щеголять в семейных драгоценностях, но и работа по обратной связи с обществом, на чьи налоги ты существуешь. Я искренне не понимаю, что она ожидала в ответ. Как думаете вы? Активности Сассексов можно только позавидовать. Кроме контрактов с Netflix и с Потифи парочка чем только не занимается. Не успели все прийти, в себя от детской книжки, которую написала Мэган, под названием «Скамейка». Как и Гарри, раскрыл свои планы, писать мемуары. Стало быть, пора готовиться к очередной порции нытья от профессионалов. Что самое неприятное, особенные секреты Виндзоров, которые принц собирается поместить во второй том своих мемуаров. Да-да, томов будет несколько. Должны будут по договоренности с издателем появиться на прилавках только после того, как ее величество не станет. Интересный момент, не правда ли? Почему такое условие? Все дело в невероятной чувствительности Сассексов, оберегают весьма пожилого человека, бабушку Гарри. Боятся ранить ее. Или дело в том, что Елизавета II смогла бы опровергнуть те самые секреты, да еще и предпринять решительные действия, чего доброго. Например, предоставить опровержение с доказательствами. Не иначе идею отсрочить выход скандальной истории пара позаимствовала у другого мультсериала, героем которого стал принц Джордж. Сообщается, что из-за кончины принца Филиппа выход мультфильма компании HBO на экраны был задержан. Мультяшный фильм о маленьком принца назвали сатирическим. Наверное, так проще прикрывать грубые шутки, домыслы и преувеличения. Так что в случае с герцогом Сассекским идея отсрочки его возмездия в виде правдивых мемуаров не нова. Впрочем, интерес к опусу Гарри, несмотря на вполне достойного литературного призрака, которого принц нанял для написания книги, весьма слабый. Опрос, проведенный в Великобритании на прошлой неделе, показал, что только 14% британцев хотели бы прочитать эту книгу. В США желающих не намного больше – 25%. К слову, Меган и такими цифрами похвастать не может. Ее дебютное литературное произведение под названием «Скамейка» разошлось в Великобритании тиражом всего 6195 экземпляров. Возможно, поэтому, не желая уступать мужу пальму первенства, Меган уже объявила о своем следующем проекте – производстве нового мультсериала от Netflix в партнерстве с Archival Productions. Она собирается продюсировать мультфильм «Жемчужина», рабочее название «Перл». О влиятельных женщинах, разумеется. Пока сюжет выглядит весьма притянутым за уши. Героиня мультфильма, 12-летняя девочка, ищет вдохновение у влиятельных женщин. По словам самой Маркл, Перл находится на пути самопознания, как и многие девочки ее возраста, и преодолевает ежедневные трудности в ее жизни. Мда – непростая жизнь у девочек 12 лет с ежедневными жизненными трудностями. Меган продюсирует мультфильм вместе с Дэвидом Фернишем, супругом Элтона Джона. Интересно, в мультсериале тоже будут жалобы на Виндзоров. Или хотя бы намеки на расизм монархии или другую нетолерантность. Впрочем, как ни странно, все выпады Сассексов против клана Виндзоров идут явно на пользу как минимум одному из членов королевской семьи. Принцу Уильяму. Уилл, который раньше был серьезным, скучным братом, потерявшим юношеский задор вместе со своими светлыми локонами, вдруг стал восприниматься иначе. Каждый раз, когда Гарри открывает рот, его брат все больше и больше выглядит как очень привлекательный вариант монарха и человека. Спокойствие Уильяма теперь расценивается как достойное восхищение стойкость. Приверженность традициям как постоянство. Уравновешенный, рассудительный и не склонный к эмоциональным вспышкам. По крайней мере, на людях. Старший брат превратился из слегка флегматичной фигуры в желанного будущего короля, и это подтверждаются цепросы. Похоже, что чем больше беглецы из Калифорнии разрушают семью Гарри, тем больше Великобритания как нация голосует за королевскую семью. Популярность Уильяма и Кейт – 80% и 78% соответственно. А вот рейтинг герцогов сасекских упал до самого низкого уровня за всю историю. Вряд ли пара рассчитывала именно на такой результат. Популярность – тоже двигатель торговли. А как торговля сможет стать успешной, если популярность стремится к нулю? Подписывайтесь и ставьте лайки. Пирс Морган раскритиковал решение принца Гарри опубликовать сенсационные воспоминания о его жизни, заявив, что королева должна лишить Гарри и Меган всех их титулов. Кроме того, Морган считает, что члены королевской семьи не должны иметь ничего общего с Гарри или его женой до тех пор, пока пара не прекратит это ужасно разрушительное буйство против них всех. Накануне герцог Сасекский объявил о сделке с издателями Penguin Random OS и сказал, что он раскроет свои взлеты и падения в своих полностью правдивых мемуарах. Вырученные от продажи книги средства будут переданы на благотворительность, однако конкретные подробности о сумме не разглашаются. Есть только предположение, что за свою книгу Гарри получит 20 миллионов долларов. Я пишу это не как принц, которым родился, а как человек, которым стал, сказал принц Гарри в своем заявлении о литературных мемуарах, которые он планирует представить публике. Это объявление вызвало много критики. Принц Яда стал токсичным изгоем, и королевская семья не должна иметь ничего общего с ним или его женой, принцессой Пиноккио, пока они не остановят эту ужасно разрушительную буйную агрессию против них всех, написал Морган в своей колонке для Daily Mail. Воспоминания Гарри слишком большая пощечина для семьи, которая наверняка исчерпала все коллективное терпение в отношении сасиксов. Я уже говорил это раньше, а теперь повторю еще раз. Королева должна немедленно лишить Гарри и Меган всех их титулов. С. Принц Гарри сказал в заявлении, что изложит в книге полностью правдивую версию его жизни. За эти годы я носил много шляп, как в прямом, так и в переносном смысле. И я надеюсь, что, рассказывая свою историю, взлеты и падения, ошибки, извлеченные уроки, я смогу показать, что независимо от того, откуда мы, у нас больше общего, чем мы думаем, говорится в заявлении герцога. Я глубоко благодарен за возможность поделиться тем, что я узнал за свою жизнь. И рад, что люди прочитают точный и полностью правдивый рассказ о моей жизни из первых рук. Представители Penguin US добавили, что они очень рады сотрудничать с Гарри. Принц Гарри использовал свой выдающийся жизненный опыт принца, солдата и благотворителя. Зарекомендовав себя в качестве глобального лидера, признанного за его смелость и открытость, сказал Маркус Доул, генеральный директор Penguin Random OS. Я хотел отказаться от американской мечты. Для тех, кто верит в Меган, эта версия верна. Джули Фишер, американская красавица из Иллинойса, 16 лет назад познакомилась с Люком Тимоти Чарльзом Монтигю, сыном 11-го графа Сандвича, Виконта Хинчингбрука. И, конечно же, вышла за него замуж. Она поселилась в Лондоне, где изучила все аспекты аристократической жизни. Она была своим мужем только номинально, хотя сейчас Джули предлагает виртуальные экскурсии по особняку Монтигю и проводит занятия йогой. Очень практично и небрежно стильно. Американскому гостю предлагается начать защищать Меган в новом документальном фильме The Climb to Pau. Почему Меган не в команде БКС? Меган Маркл хотела забыть американскую мейочу, но поняла, что у нее есть обязательства перед королевой. Вы не можете быть всем, кем хотите быть, делать все, что хотите, или говорить все, что хотите сказать. Ее долг – доверять королеве, а это очень трудно для такой женщины, как Меган. Трудно отказаться от американской мечты и смириться с тем, что ты должен делать то, что тебе говорят. Трудно любить, брать на себя ответственность и в то же время быть вместе. Это то, чего Гарри и Меган действительно хотели от королевы – сотрудничество. Но королева отказалась. Почему Меган обвинила БКС в интервью Обры? Я думаю, она надеялась, что королевская семья действительно прислушается к ней и не воспользуется этим как возможностью рассказать миру. Я думаю, она ожидала извинений и телефонного звонка с извинениями. Извините, что тороплю вас, но нам нужно подробно обсудить ваши проблемы с психическим здоровьем. Я думаю, она боялась, что семья воспримет ее негативно, чего она не ожидала. Меган думала, что когда она присоединится к королевской семье, все успокоится, она влюбится и будет делать то, что хотела. Этого не произошло, и БКС был очень недоволен реакционным правительством. Интервью – это также способ для Меган нанести удар. Меган будет делать с БКС все, что захочет, так как она знает его уже давно, с тех пор, как подростком сидела на перилах у Букингемского дворца. Кроме того, Меган говорит, что собирается в БКС, и все зависит от ее предпочтений. Теперь американская жена британского аристократа пытается оправдать действия Меган. Они говорят, Меган пыталась и потерпела неудачу, так что Меган отомстила и правильно сделала. Удивительно, как люди игнорируют противоположность Уильяма и Кейт, которые знают, как выполнять свой долг перед королевой и имеют замечательную семью. Фильм заканчивается следующим предложением. Я хотела стать суперзвездой. Я хотела оставить свои старые привычки и измениться.